Форекс это аббревиатура слов, Foreign Exchange Market, рынок иностранной валюты. Сегодня участниками валютной торговли на рынке Форекс являются коммерческие банки. Они проводят основной объем валютных операций на рынке до 90-95%, как в собственных интересах, так и в интересах других участников. Банки совершают валютные операции с очень крупными объемами сделок, которые приводят к значительным изменениям в цене валюты на рынке. Вторыми по степени участия можно назвать внешнеторговые фирмы. Это компании, участвующие в международной торговле и имеющие либо постоянный спрос на иностранную валюту, фирмы-импортеры, либо постоянное предложение иностранной валюты, фирмы-экспортеры. Как правило, эти компании прямого доступа на рынок не имеют и проводят валютные операции через коммерческие банки. Третьими по значению являются инвестиционные компании и фонды. К ним можно отнести компании, осуществляющие управление активами своих клиентов и размещающие средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных стран, а также инвестирующие средства в международные совместные предприятия. Особую роль в валютной торговле занимают центральные банки. Они обеспечивают валютные регулирования на внешнем рынке для предотвращения резких изменений курсов национальных валют. Своё влияние на валютный рынок центральные банки осуществляют через проведение валютных интервенций, либо через регулирование процентных ставок, а также количество денег в обороте. В постоянной торговле на рынке центральные банки не участвуют. Следующими участниками рынка являются брокерские и дилинговые компании. В их функции входит сведение покупателей и продавцов иностранной валюты, а также предоставление доступа на рынок Форекс частным инвесторам через интернет. С этой целью компании формируют из мелких сделок инвесторов пакеты объемом не менее 10 миллионов долларов. Это стандартный размер сделок в межбанковской торговле. Ну и наконец частные лица. Это все мы, индивидуальные трейдеры. Что представляет из себя валютная торговля на рынке Форекс? Банки, коммерческие компании, другие участники торговли, включая частных инвесторов и индивидуальных трейдеров, покупают и продают на рынке валюты. В режиме онлайн с целью заработать на разнице курсов. Для выполнения операций достаточно обычного доступа в интернет. Главное – это возможность получить значительную прибыль за короткое время, даже с небольшим стартовым капиталом. И в этом инвестору помогают следующие особенности валютного рынка. Первое – это оперативность и доступность торговли. Рынок предоставляет возможность свободно открывать и закрывать сделки с валютой 24 часа в сутки, в течение 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. В любое удобное для вас время вы можете стать участником торговли на одном из региональных валютных рынков, где в данный момент времени ведутся торги. Вторая особенность – это ликвидность рынка. В качестве товара здесь обращаются деньги, ежедневный оборот которых составляет свыше 3 триллионов долларов. Это крупнейший оборот денег в мире, намного превышающий обороты фондового рынка, составляющий около 500 миллиардов долларов в день. Рынок Форекс никогда не испытывает кризисов. Обесцениваются акции, закрываются фондовые рынки, крупнейшие банки объявляют себя банкротами, девальвируются национальные валюты. Но на рынке Форекс все это приводит лишь к еще более активному движению валют, что и позволяет инвесторам постоянно получать прибыль. Третья особенность – это направленность рынка. Движение валют на рынке имеет вполне определенную направленность, которая отражается на ценовых графиках и которую можно проследить за достаточно длительный отрезок времени, а следовательно и проанализировать. Это дает возможность прогнозировать последующее движение цены и лишь затем принимать решения по открытию и закрытию сделок, причем не интуитивно, а на основании своих прогнозов. В-четвертых, возможность использования кредитного плеча – маржи до 200-кратного размера, что позволяет открывать сравнительно крупные сделки, имея собственный небольшой капитал. Например, внеся на депозит 1000 долларов, вы можете совершать сделки на сумму 200 тысяч долларов. Суть маржинальной торговли сводится к следующему. Инвестор, размещая в качестве залога денежные средства или по-другому депозит, получает возможность управления целевыми кредитами, предоставляемыми ему под залог этой суммы. Таким образом, трейдер, открывающий сделку на рынке, вносит под залог этой сделке часть своего депозита для компенсации возможных потерь. При этом каждая операция проводится в два этапа. Например, прогнозируя удорожание евро по отношению к доллару, мы на первом этапе покупаем более дешевый евро сейчас и продаем его, когда он станет дороже. И наоборот, если мы считаем, что евро будет дешеветь по отношению к доллару, то наша операция будет выглядеть так. Мы продаем более дорогой евро сейчас и покупаем его, когда он подешевеет. Таким образом, мы можем торговать в двух направлениях, получая прибыль как при повышении, так и при понижении курса валюты. Маржинальная торговля имеет весьма привлекательные особенности. При ней необязателен большой стартовый капитал. Торговые операции в основном однотипны и не требуется постоянное освоение и применение новых приемов или навыков. Очень большая потенциальная доходность, которая, правда, сочетается и с высоким риском возможных потерь. Что представляют из себя графики ценового движения валют на рынке Форекс? Проанализировав ценовой график, вы принимаете решение, по каким валютным парам вы можете открыть сделку и получить прибыль. График представляет из себя диаграмму движения валютного курса, построенную на основе рыночных котировок по данной валюте за определенный промежуток времени. Ценовое движение может быть представлено на графике в трех различных вариантах. Первый вариант – линейная форма. В этом случае каждая точка на графике показывает курс данной валюты по цене закрытия определенного периода времени. Такую форму графика применяют в основном для подсчета волн в волновом анализе ценового движения. Использовать эти графики для торговли неудобно в связи с их низкой информативностью. Во втором виде графиков ценовое движение валюты представлено графическими символами, называемыми барами. Каждый бар представляет четыре параметра за определенный период времени – максимальный курс валютной пары, минимальный курс, курс пары по цене открытия периода и курс пары по цене закрытия периода. Эта информация позволит вам определить динамику цен внутри каждого периода, а также использовать максимальные и минимальные значения этих символов для определения уровней защитных стоп-лоссов. Как это делается, мы рассмотрим на следующих занятиях. И, наконец, третий вид графика, в котором ценовое движение валюты представлено графическими символами, называемыми японскими свечами. Здесь также каждый символ японской свечи представляет четыре параметра за каждый период времени – максимальный курс валютной пары, минимальный курс, курс пары по цене открытия периода и курс пары по цене закрытия периода. Но при этом использование этого варианта наиболее эффективно. Во-первых, они более наглядно отражают динамику изменения цен и дают вам лучшее визуальное восприятие ценового движения. Во-вторых, японские свечи образуют на графиках различные комбинации, позволяющие вам прогнозировать последующее движение цены, что является наиболее ценным их качеством. Правильный прогноз – залог успеха в торговле на Форексе. Именно поэтому ценовые графики в виде японских свечей являются основными рабочими графиками на валютном рынке. Что представляют из себя графические символы, которые называются барами и японскими свечами? Японская свеча состоит из черного либо белого прямоугольника, который называется телом, и верхней и нижней тени. Верхняя и нижняя границы тени отображают максимум – high и минимум – low цены за соответствующий период, и обозначаются H и L. Границы прямоугольника или тела отображают цену открытия – open и закрытия – close за тот же период и обозначаются – O и C. Бар отражает ту же информацию, что и свеча, но отличается от нее отсутствием тела. Изображается он в виде вертикальной тени, на которой максимальные и минимальные цены определяются по верхней и нижней границе теней, а цена открытия за указанный период и цена закрытия за тот же период отображаются короткими горизонтальными черточками – с левой стороны вертикали уровень цены открытия, с правой стороны уровень цены закрытия. Свечи или бары, отражающие рост цен, называются бычьими или растущими и окрашиваются на графиках в зеленый либо синий цвета. Эти же элементы, отражающие падение цен, называются медвежьими или падающими. Они окрашиваются обычно в красный либо белый цвета. И свеча, и бар отображают ценовые изменения данной валюты по этим четырем параметрам за определенный промежуток времени. Таким образом, теперь вы знаете, как определить основные ценовые параметры рынка по графическим символам, из которых построен график.